Вот если это не паранормально, то, ну просто, ну киньте в меня тухлым помидором. Ну вот тебе кажется, это паранормально? Это пара вообще ненормальна? Гизма, бро, ты сидишь тут третий день, гизма. Паранормальная, параараненормальная активность. Никакой активности нет. У меня точка паранормальной активности где-то в районе мочки уха. А где твоя точка паранормальной активности? Бабулька. Так. Так. Бабушка, я знал, что ты... Сука, я знал, что ты вообще ненормальная. Ребятушки, привет. Меня зовут Андрон, ты на канале Лесин. Андрон Лесин. Рад тебя видеть, рад тебя приветствовать в новой, в очередной, в четвертой. Кажется, четвертой, я уже запутался. Кажется, в четвертой части прохождения игрухи Салли Фейс. Нас ждет еще огромное количество частей. Я так понял, игра очень не короткая. Как и то, что у меня в трусах. Глупая шутка. Мы ее вырежем. А может быть не вырежем. Я не знаю. Так вот, четвертая часть Салли Фейс. Я не помню, на чем остановились мы до этого. Потому что была небольшая пауза в 4 дня. Но сейчас мы все вспомним. Вместе с тобой. Погнали, полетели. Так, вот мы на месте. Если мне память не изменяет, мы с Тадеушем поговорили. Привидение из унитаза вылезло, мы о чем-то с ним тоже поболтали. Вот тебе ссылочка на предыдущую часть. Беги, посмотри. Он мне советовал вроде бы достать геймпад свой. А как это делается? А, вот так. И вот так. Выстрел. Нет. Что-то я больше ничего пока здесь. Я больше ничего не наблюдаю. Ну, пойдем на выход. Так. Что у нас по заданиям? Цель. Найти точки паранормальной активности. Да иди же, пассати же. Ну, давай. Давай мы найдем эти точки. Слушай. У меня точка паранормальной активности где-то в районе мочки уха. А где твоя точка паранормальной активности? Шутеечки за 300. Шутеечки за 300. Это мы можем. А где мне их искать вообще? Бля, ну мне что, весь дом оббегать, что ли? Давай к Тоду заглянем. Мне кажется, слушай, паранормальный. Мне кажется, ты самый паранормальный здесь нет. Ну, поговорить. Я пытаюсь найти документацию по апартаментам Эдисона. Мне, наверное, придется взломать полицейскую базу данных. На это потребуется время. Загляни позже. Да я ж матреш. Ну, давай загляну позже. Ну, пойдем. Пойдем. Знаешь, куда тогда? Пойдем с тобой, наверное, на пятый этаж. Мне кажется, на пятом этаже сейчас все случится. Что случится-то, сука? Все случится. Пятый этаж. Вот он, наш пятый этаж. Достаем пипирку. Нет, не срабатывает пока. Ладно. Вот это, кажется, она. Да. Вот это странная комната, в которой... Вот оно. Вот оно. Вот оно. Да. Я знал, что все это не просто так. Ну, скажи нам что-нибудь. И все? Ты ничего не скажешь? Бля, мы что-то... Мы какую-то ачивку получили, да? Нет, не знаю. Ну, да ладно. А давай в руках подержим его. В руках с ним походим. Да. Да, мы можем прямо с ним передвигаться. Хорошо. Уйти. Движим дальше. Я знал, что не просто тег вот этого фигня там на полу лежит. Что это что-то очень важное. Заперто. Ладно. 504-я. Ванны. О, пойдем к нашей подружке. Я не помню, как зовут ее. Но... А ну-ка, а ну-ка. М-м. 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 Не работает. Не работает. Нет, не работает. Ну, тогда ищем дальше. Давай я в свою квартиру загляну. Правда, слушай. Моя квартирка... Ну, вот если это не паранормально, то... Ну, просто киньте в меня тухлым помидором. Ну, вот тебе кажется, это паранормально? Это пара вообще ненормальна? Гизма! Бро! Ты сидишь тут третий день, Гизма. Я три дня не играл, а ты все сидишь. Ладно. Нет, здесь ничего. Мне не нравится. Мне не очень нравится это задание. Оно немножко... Пакет. Исчез пакет с продуктами. Гизма, брат! Что? Как это случилось, Гизмуля? Нет. Не, не работает. Такое себе задание. Слушай, никакой конкретики. Я просто должен что-то ходить, ходить, ходить. И это, в общем-то, было бы неплохо. Все было бы отлично, если бы не было так скучно. Ну, давай паранормальную активность тут. Нет? Нет? Парааранормальная, параараненормальная активность. Никакой активности нет. Вообще никакой активности нет. В комнате отца есть активность какая-то? Батя работает. А мы можем поговорить? Привет, пап. Я не могу сейчас разговаривать. Сал, у меня сроки горят. Ах, отец, отец. Шутки про горящие сроки я им не придумал. И поэтому я ухожу из этой комнаты. Движем на третий этаж. Так, третий этаж. Здоров, братишка. Наш друг. Не видел призраков. Нет, мы с тобой обо всем этом поговорили. А давай-ка... Не, не закрывай дверь. Я тебя на паранормальность проверять буду. Не, не получилось. Но мне кажется, ты не паранормальный вообще. Студенты колледжа. Они все еще заняты. Да, ничего не изменилось. А где эта говорливая бабулька? Слушай, мне кажется, в ту бабульку вселился без какой-то... Пых внизу. Его родители работают по выходным. В ту бабульку какой-то без вселился. Надо ту бабульку прочекать. Нет, здесь ничего. Ну, пойдем на второй этаж. Вот та комната на втором этаже, в которой постоянно кого-то пилят. Ну, нет. Ну, нет, не срабатывает. Ну, там правда кого-то постоянно пили. Люди, которые жили здесь раньше, съехали. Да. Опа. Это было, что это за комната? А ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Нет, ничего не срабатывает. Ой. Ксюша. Вот она. А. Мне надо ходить постоянно с этой фигней. Э? Что? Тот же вопрос, бро. Мне постоянно с этой фигней в руках ходить надо. А всего-то навсего. А я-то... А я что-то мудрю. Ну, только мы ее должны убирать из рук. Боже, этот запах до сих пор не выветрился. Я туда не пойду. Ну, хорошо. Если ты туда не пойдешь, то и я туда не пойду. Это не ты. Это я принял такое решение. Я туда не пойду. Понял меня? Все. Это не ты, знаешь, как этот... В отношениях мальчик-девочка. Это не ты меня бросил. Это я тебя бросила. Понятно тебе. Ты нехороший. Ты вообще негативный. Антипозитивный. Придумывай. Давай, синонимы. Поехали. Нехороший. Негативный. Антипозитивный. Накидывай. Какие еще синонимы? Знаешь, я жду твои синонимы. Редиска. Редиска, да. В комментариях жду твои синонимы. Ну-ка, давай. Просто сейчас здесь все пройдем, а потом по комнаткам начнем лутать. Так. Ну, у Эдисона должно было загореться, конечно. Эдисон такой себе нормальный, конечно. Вообще, нихера не нормальный. Давай тогда к нему сейчас постучимся и попробуем открыть... А, не получится, да? Будет же разговор. Не думаю, что тут кто-то живет. Эдисон. Ну-ка, 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 бро. Братиш. Чем могу помочь, Сал? Откуда взялись камеры? Это я все в курсе. До свидания. Нормальный. Хорошего дня. Нормальный такой диалог. Привет, говорит мистер Эдисон. Чем могу помочь? До свидания. Всего хорошего. Бабулька. Так. Бабушка, я знал, что ты вообще ненормальная. Боже, что у тебя за дьявольская штука? Это сложновато объяснить, если честно. Не стоит играться с вещами, которые ты не понимаешь. Ах, бабулька, меня аж мел... Вы в порядке? Вы в порядке, бабуля? А что вообще в порядке? Точно не я. Я имел в виду... Знаю, Салли, знаю. Помирать я пока не собираюсь. По крайней мере, сегодня. Ммм, бабка... Бабка, бабка лютая какая-то. Бабка, бабка меня вообще конкретно пугает. И это не говоря уже о том, что у нее... Слушай, ладно, сервиз, сервиз, фотографии котеечек. Все это нормально, это ожидаемо. Но бабулька меня сразу зацепила. Розенберг. Квартира мисс Гибсон. Прихлопнет, если я снова... Плевать. Надо побеспокоить. Но да нет. Тогда мы отправляемся вниз к Ларе. Да, Ларе. Наш волосатый друг. Наш вот этот вот волосатый друг. И посмотрим, что он нам скажет. И, в общем-то, на этом будет все. Больше здесь делать нечего. Первый этаж. Нет, подвал. А, стоп! А ты? Ты тоже же ненормальный. Пых. Пых, ты тот еще псих, бро. Пых, конечно, сумасшедший. Смотри, он страдает. Он жутко страдает. У него хавчика нет. Эх, пых. Ой, нам заходим. Нам заходим. Так, достали. И пошли, пошли, пошли. Медленно, медленно движемся. Я полагаю, нужно будет зайти в комнату Ларе. Но здесь тоже нужно залутать абсолютно все. А пока мы ходим и лутаем, я скажу тебе уже не в приветствии, а уже здесь скажу тебе. Здорово! Какие дела? Какие дела? Рассказывает что новое, что интересное. Комната Лизы. Лизулечка, удиви меня. Блин, маме прям плохо. Прям вообще ей конкретно нехорошо. Блин, сестра, если бы чем-то можно было, я бы тебе помог чем-то. Но я не знаю, чем тебе помочь. Вот, 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 вот эта морда должна быть пара-ара ненормальная. Да? Нет. Она так не считает. Ну да ладно. Что скажешь, бро? Будем смысловые фальсификации слушать или не будем? В домике. Наружу. Да, мы сейчас пойдем наружу. Зацени мой супергирбой. Эй, Тодз. Это Тодз мастерил. Слушай, очень круто прям. Погоди, это что моя? Бля, бро, сорян. Да. Да, ему понадобилось я части для апгрейда. Надеюсь, ты не против. Я могу достать новые. Блин. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, это поможет нам узнать побольше про призиков. Мое проклятие. Согласен. Ты самый настоящий бро. Асталависта Салли. Асталависта Ларри. Слушаем. Смысловые галлюцинации. Фальсификации. Хочешь заценить? Конечно хочу. Да, детка. Я начинаю любить смысловые фальсификации. Запишите меня в поклонники. Все, спасибо. Спасибо, я кончил. Наружу. На, он стоит, качает башкой. Все, пошли наружу. В летнем домике. Давай возьмем в руку его. Но в домике на дереве сейчас чего-то мы найдем. Потому что все, иных вариантов больше нет. Мы всю карту обошли. Мы всю карту абсолютно залутали. Подняться. Нет. Пошли. Наверх. Что-то он как-то долго очень поднимается и что-то чавкал по дороге. Ты что-то жрал в темноте. Ах ты свинья эдакая. Опа. Погнали. Псал. Кто вы? Вы Джим Джонсон? Хуй. Ой. Я извиняюсь. Вы пропадаете. Плохо слышно. Пр... А. Прости. У меня мало времени. Че-то... По... 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 Курере. Тжен. Помнить о красном шаре. Ё... Просете. О чем вы? Что вы такое? Оженид остьет ад. Красный. Аар. Ся умереть. Умереть. Умереть, бро. Все. Мне больше ничего не интересно. Только я решил, что привык к призракам. А тут такое. Чтобы это не было. Чтобы это было. Но и странная у меня жизнь. Найти точки. Я все еще должен найти точки паранормальной активности. В сундук мы не можем взглянуть. Нет. Мы оттуда все вздостали. Шкаф. Там ничего полезного. Фото. Еще разочек на него посмотрим. Эм... Ну как бы типа все. Ну как бы типа все. А что делать дальше? А что... Он опять в темноте. Ах ты створина такая. Он жует чего-то там в темноте. Чавкает он. А что делать дальше? Я не знаю. Я... Давай я конечно сейчас немножко похожу. Вместе с тобой. У... Кстати. У ролика. И у этого ролика. И у всех роликов. Есть тайм-коды. Ты по этим тайм-кодам можешь легко перематывать с момента, который тебе еще... Так. Давай поговорим. Твоя мама в порядке. Нет. Мне это мало интересно. Буду с тобой честен, бро. Мне это мало интересно. У всех роликов есть тайм-коды. И если вдруг тебе там какие-то моменты хочется смотреть. Какие-то моменты не хочется смотреть. Мотай по тайм-кодам. Я понимаю, что вот эту вот мою ходьбу и вечную болт... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Надеюсь, это все. Какого... Хера? Ну, думаю, снова сходить. Кто-то узнать, нашел ли он что-нибудь. Да, мы все сделали. Я думал, я сейчас буду ходить тут бесконечно. А я бесконечно ходить не буду. Я буду ходить. Так вот, если вдруг тебе не хочется смотреть какую-то вот... Я же могу болтать бесконечно. Спроси, могу ли я болтать бесконечно. Вот, задай мне вопрос в комментариях. Я тебе прямо отвечу в комментариях. Да, могу я болтать бесконечно. Бесконечно. Если ты не хочешь смотреть, как я бесконечно болтаю, тогда бегай по тайм-кодам и перематывай. А мы отправляемся к Тоду. Вот она. Комната Тода. Тадеуш. Бро. Брат. Стоп. Боб. Мне нравится твоя рыбка. Это Боб. Он классный. Родители говорят, что мне нужно чуть больше природы в жизни. А, это мы читали уже. Все, 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 все. Мне нравится твоя рыбка. Да, все. Спасибо. Мне тоже нравится твоя рыбка. Поехали. Бро. Странно, но я не могу отыскать никаких записей о прошлых убийствах. Находится только информация про нашего общего друга Чарли. Но посмотри на его фотографии в общедоступных документах. А, какого? А что какого? А что мне это должно сказать? У него никчемный парикмахер. Это раз. Какие выводы мы можем сделать? Никчемный парикмахер. Это раз. У парня конкретно сломан нос. Прям жестко сломан нос. Это два. Челюсть тоже немножко повело. Это три. Ну и вроде бы все. Мне кажется, это все. Все чудеса... Чего? Все чудесатее. И чудесатее. Нигде, даже в засекреченных документах, нет ни слова о полицейских, которые приезжали в день убийства миссис Сандерсон. Словно их тут и не было. Или будто их вообще не существует. Как такое вообще возможно? Я не до конца уверен, но кое-что я все же нашел. Так, что ты нашел? Дело о пропаже человека. От 1987 года. Меган Холмс. Семь лет. Жила в апартаментах Эдисона со своими родителями. Люком и Стейси. Похоже, речь о твоей подружке сверху. Да. Судя по всему, она и есть та дочь, о которой говорил в моей ванной Грег. Я теряюсь в именах. Ведь все сходится, да? Так вот, только вот, снова странности. На следующий день после заполнения изначального отчета он был обновлен. Информация о том, что девочку нашли мертвой в озере Виндиго. Она на несколько миль южнее отсюда, вместе с ее родителями. Тут говорится, что они упали в воду и утонули. Когда рыбачили. Грязь оплыла или что-то типа того. Но это она. Да, это точно она. Я уже видел этот крестик. Я уверен, когда мы с ней разговариваем, она его не надевает. Но я стопудово где-то его видел. Я его видел. Я обращал на него внимание. Кажется, во второй части он лежит. Он лежит. Я знаю, где он. Я знаю. Ты хочешь, чтобы я нашел крестик? Я найду крестик. Ты не мог признаваться даже с помощью креставки. Но может получится, если найдешь крестик. А ведь логично звучит. При жизни у нее была какая-то связь с этим предметом. Теперь остается только вспомнить, где же я видел эту хреновину. Да, я отлично помню. Какой я молодец. Я отлично помню. Она лежала в стирке. В подвале, в стирке. Сейчас, погоди. Погоди, смотри. Ну какой я молодец. Ну какой я молодец. Ну похвали меня. Ну пожалуйста, похвали меня в комментариях. Ну скажи, ну скажи, какой я молодец. Смотри. Смотри, вот здесь. Ой. А я однажды проходил мимо этого крестика. Обратил на него внимание. Прямо конкретно обратил на него внимание. Ну какой я молодец. Так и знал. Что, где ты уже видел? Вот он, да. Теперь Ларри стопудов увидеть Меган. Ну, пожалуйста, похвали меня. Ну, какой я молодчинка. Ладно, запускай свою штуковину, когда будешь готов. Поехали. Меган, ты вообще с нами? Это мой друг Ларри. Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Да, вот она. Привет, Салли Крамсали. Ёбушки-воробушки. Ларри сказал. Ёбушки-воробушки. Это нехорошее слово, Ларри. Меган, придется тебе его простить. Он раньше никогда не видел призрака. Ничего страшного, мой папочка тоже порой говорит плохие слова. Ой-ой-ой, где ты пропадала? В смысле? Я все время была тут. Я пытался до тебя достучаться. Кажется, живые не могут видеть обратную сторону. Обратную сторону? Да, мы все тут живем. Она совсем, как эта сторона, только слегка другая. Знаешь кого-нибудь по имени Грег? Ой, так вы про мамочкиного друга? Мне нравится, Грег. Он приносит мне конфетки. Помнишь про него что-нибудь еще? Да, он часто ходил без трусов. Мамочкин друг, Дрег. Только то, что он хороший и всегда приносит конфетки. Еще его не любил мой папочка. Но я не знаю почему. Малышка, сейчас будет лекция, на которой я объясню тебе, почему твой папочка не любил друга мамочки. Предельно просто. Это настолько все просто. Странно, что твой папочка терпила, не убил его, как только узнал обо всем. Но да ладно. Я скучаю по мамочке. Она больше не разговаривает. А папа? Папочка меня теперь пугает. Он всех пугает. Он не всегда был таким. Раньше он был таким же хорошим, как мамочка. А что случилось? Я помню, что они поссорились, и он расстроился. А потом его грусть обратилась в гнев. Ай-яй-яй. Помнишь твой последний день? Не знаю, все как в тумане. Ты ходила рыбачить на озеро Виндиго? Нет, я ни разу в жизни не была на рыбалке. Но мой папочка иногда ходил с мистером Джонсоном. Постой, с Джимми Джонсоном? Ага. А как ты узнал? Он мой отец. Это, это, это Ларин, батя. Пихарь, пихарь. Ее с ней мамы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Назревает конфликт. Ой, значит наши папочки дружили. Ты можешь сказать, где он? Слышал про него что-нибудь еще? Пожалуйста, я должен знать. Мне очень жаль, что ты потерял папочку, но я не знаю, где он. Я знаю только, что мой папочка мистер Джонсон и мистер Джонсон часто рыбачили вместе. Мне жаль. Ты прикинь. Ее, его папа, пихарь ее мамы. Ща. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это твой крестик. Ой, да, где его нашли? Внизу на самом дне коробки с потерянными вещами. Этот крестик дала мне мамочка. Она была напугана и сказала, что он защитит меня от всего зла в мире. А ты знаешь, где твоя мама сейчас? Она в своей спальне, но она меня больше не слушает. Мне кажется, она меня даже не слышит. Как думаешь, она... Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Папочка идет. Ему не нравится, когда я разговариваю с людьми. Мне нужно бежать. Пока-пока. Погоди, я... Вот это поворот. О, дерьмо. Да, они очень быстро смываются. Именно поэтому они все живут в туалете. Что ж, придется нам пробраться в спальню. Только вот вход в нее заколочен досками. Сможешь раздобыть нам инструменты. Вообще, Дэвид одолжил у моей мамы лом. Но так его и не вернул. Можешь сходить к нему? Так, Дэвид, это тот парень в трусах. Я уже раза три к нему заходил, но он всегда отмазывается. Может, тебе больше повезет? Без проблем спущусь на третий этаж и посмотрю, что получится сделать. Пошли за ломом к Дэвиду. Потом мы отправляемся на пятый этаж расколачивать этот. А, не, не на пятый. Вот в эту комнату. Все. А, ну это пятый этаж. Да. Пошли к Дэвиду. Какая крутая история. Ай, как мне нравится. Ай, как жаль, что ролики набирают такой слабый актив. Но это проблема тех, кто не смотрит ролики. Все. Я все сказал. Пошли к Дэвиду. На каком этаже, я не помню. Я сейчас буду искать. Может быть, на третьем. Я сейчас буду искать. А для тебя монтажная перебивочка. Для тебя произойдет очень быстро все. Квартира Дэвида. Сука, никаких монтажных перебивок. Здоров, братишка. Можно я возьму твой лом? Нет, можно я возьму лом моего братана Ларри? Я б тебе отдал его. Да только эта штукень держит мою полку. Понимаешь, детвора за стеной в 301-й, конечно, милая. Но у них иногда адски шумные вечеринки. Всю стену чертовски колбасит. А из-за этого потополка грохает каждый чертов раз. Если же сможешь с ними перетереть, чтобы потише были, тогда я тебе ломик дам погонять. Хорошо, я поговорю с ними. Сяп, Сал. А, сяп, это спасибо. Я б сам сделал, но меня шматья чистого нет, а я ненавижу быть птицей. Иди в жопу, Дэвид, ты конкретно бредишь, бро. Ну, давай я решу твои проблемы. Здорово, студенты. Студенты. Где вы? Си-Джей. Йоу, чё как, Сал? Привет, Си-Джей. Чем занят? Пытаюсь подобрать музыку для сегодняшней тусовки. Не против, я взгляну? Да без б, чувак. Надо что-то очень спокойное, да, выбрать? Ну, давай. Ну, вариант. О, кайф. А мне нравится. Эп, эп. Давай раскачаем эту тусу. Если бы я умел читать, я бы обязательно зачитал. Но я не знаю слов таких. Ритмы не лезут мне в мозг. Потому что я, вернее, поэтому я никогда не буду на сцене стоять. Всё, я всё сказал. Поехали. Мне вот это нравится. Как насчёт этого? Нет, такое мне не очень вкатывает. Сука, неприятный человек. Можно ещё раз послушать песню. Блин, ну мне кажется, надо что-то спокойное. А как насчёт этого? Знаешь, в этой песне что-то есть. Она по классике, такого никто не ожидает. Думаю, это то, что нужно. Да, и это то, что нужно мне. Что-то очень спокойное. Даров, сестра. Сьерра. Привет, Сьерра. Чем занята? О, привет, Салли Крамсали. Пытаюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. Если вдруг, говорит, секс обломается, пытаюсь выбрать запасное занятие. У нас с друзьями свои развлечения. Ну что-то я никак не могу определиться. Ты не против, я взгляну на твой песок. А, список. А можно я взгляну на твой песок? Ну, конечно, конечно. Ди плюс Ди, кино-ночь, видеоигры, шахматы и турнир. Мне кажется, идеально. Как насчёт этого? О, давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор для сегодняшнего вечера. Но мне кажется, всё, я разрулил. Всё, они будут вести себя тихо. Будет играть классическая музыка. Это шахматы. Смотри, Давидка. Мой друг в трусах. Здорово, братишка. Так можно я возьму твой лом? Ну, у них иногда шумные вечера. Не, ничего не обвиняется. Блин, погоди, нет, всё тот же самый текст. А чё я сделал не так? Так, мои тусовочные друзья. Я снова иду к вам. Что-то я не то, да, выбрал, судя по всему. А погоди, а давай-ка паранормальную штуку достанем. А, здесь ещё. Тут и есть. Азария. А симпатяшка. А красивая девочка. Привет, Зи. Как ты? Привет, Сали Крам Сали. Да вот пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми. Но что-то не знаю. Могу взглянуть? Конечно. Так, музыкальные стулья. Или? Что такое? Чародеи. Что за чародеи? Доджболл точно нет. Даг-даг-маус. Я понятия не имею, что это такое. Это как... Телефон. О, глухой телефон. Мне кажется, глухой телефон. Ну-ка. Как насчёт этой игры? Хм. Прямо как начальность кожи. Возможно, нам не помешает немного поностальгировать на этой тусовке. Спасибо, Сал. Я разрулил. Я разрулил? Думаю, всё. Эта вечеринка будет на-а-много тише. Да, я молодец. Му-а, какой я молодец. Ну, просто невероятный. Давай, мой труселявый друг. Давай, псс. Дарова, братишка. Ну, теперь-то ты дашь мне лом. Я всё разрулил с утизем, потому что на этот раз их вечеринка будет намного спокойнее. А-а-а, суперски, спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна. В прошлый раз наша свадебная фотка чуть не навернулась. Рад был помочь. Лады, секундочку, давай я тебе ломик вытащу. Каждый раз, когда я слышу эту фразу, заканчивается всё как-то очень некрасиво. Вот он, дружище. Всего хорошего. Так, ломик. Я получил ломик. Спасибо и тебе. Да за что спасибо этому гувнюку? Вот он, ломик. Спасибо ему. За что ему спасибо? Он вернул только то, что не принадлежит ему. Ни хрена себе. Вот это телодвижение. Да я бы в жизни просто дал ему. Просто в моську ему фигакнул. Ну, как так? Забрал чужую вещь? Ещё какие-то там условия ставит мне. Как, что я должен сделать, чтобы он мне его вернул? Пренеприятнейшее существо. Давай заюзаем ломик, бро. Поехали. Думаю, у меня получится отодрать эти доски ломом. Воспользоваться ломом. Однозначно. Мне нравится эта история. Я надеюсь, нравится и тебе. Слушай, жду твои комментарии. Обязательно, обязательно пиши, что думаешь. Поехали. Достаем, достаем эту. Вот она. Мать. Мать. Мать и кровать. Здесь батя Ларе её шпёхал. Стейси, ты в порядке? В каком, мать твою, я в порядке? По-твоему, у меня горло перерезано. Меня насадили на пружины матраса. И, ну, единственный цвет волос красивый у меня. Всё. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Ой, смотри, я ухожу прямо за пределы экрана. Ну, да ладно. Погоди, сейчас мы со своим геймпадом здесь побегаем. Ничего не найдём? Да, мы ничего не найдём. Тогда давай мы попробуем... Это выход. Нет, выход нет. Ну, погоди, ну, мы же что-то здесь должны что-то найти. Обязательно. Это дыра. В стере огромная дырень. Похоже, за ней находится ещё одна комната. Забраться в жуткую дыру. Ай-яй-яй-яй-яй, точка невозврата. Я надеюсь, я приму правильный... Ну, однозначно, слушай. Я в любую дыру, ты должен забраться. Иначе, иначе ты можешь пожалеть однажды о том, что была одна дыра, в которую ты не забрался. Ты видишь, вот он, прямо рядом со мной, посмотри. Этот, виселица, подпрыгни. Он не подпрыгивает. Ну-ка, ну-ка. Смотри, сейчас мы... Вот оно. Привет. Здесь кто-то повесился. Кто? Чего? Чего это такое? Чего это такое? Целеустремлённая ведьма отчаянно желала места в совете, поэтому пробиралась всё глубже в замок, чтобы пройти настоящее испытание, вернуть книгу забытых истин. Мини-игра, что ли, какая-то? Вы серьёзно, что ли? Ребят, вы прям конкретно серьёзно? Прям очень серьёзно? Ну ладно, давай, хорошо. Ладно. Ну это, конечно, прикольно, но не знаю. Ну хорошо, хорошо. Так, давай сюда попробуем. Отлично. Опа. Нет. Так, а что будет, если я на эти пипирки напарюсь? Я думаю, ничего хорошего. Поэтому пробовать мы не будем. Да блин, с геймпада неудобно. Он такой, сука, чувствительный. Серьёзно? Бля, ну всё, я так и знал, что с самого начала придётся. Ладно, слушай, давай увидимся с тобой в том месте, где ведьма скажет, тарам, победа, победа. Всё, увидимся с тобой. А то ведь каждый раз подглядывают за тем, как я лажаю. Охренушки вы будете подглядывать за тем, как я лажаю. Я просто возьму и сделаю всё это красиво. Вот так вот. Давай аккуратненько. Ниже, нет, не ниже. Блядь, сука такая! Подожди, подожди. Главное, чтобы это не попало в сеть. А то ведь эти папарацци... А, быстренько, быстренько всё испохабят. Я же просто пытаюсь сделать своё дело. А этим... Этим парням только дай повод. Так, а может так удобнее будет? О, так удобнее! Вот так удобнее! Вот, суб... Вот, 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 хорошо! Так, вниз я зря пошёл. Ну да ладно. Всё, вот так намного удобней. Ага, ага. Так, вниз. Нет, нет, вниз. Интересно, я все восемь игр должен буду пройти? Чуть выше. Так, хорошо. Хорошо. Я просто чёртов гений. Взять книгу. Я добыл книгу по забытой правде. Теперь я достоин. Совет отметил ваш... А, уже вы меня смотрите. Я взял книгу, теперь я достоин. Совет отметил ваш вклад сегодня. Да засвидетельствует эта книга твоё место в наших рядах. Отныне и во веки веков. Да покоряться нашему взору даже небеса. И не будет для нас границ. Ибо мы и есть пожиратели бога. Ой. Ой. Я всё это пройти должен. Ну нет. Слушай, ну теперь... Ну, с шутки шутками, но теперь точно монтажечка. Ну я чего это? Ну это чего? Монтажная перебивка. А давай-ка выложим это как отдельный ролик. Ну вдруг кому-то интересно. Кому интересно, те посмотрят, да? Мне кажется, идеальное решение. Всё. Я выложу это просто отдельным роликом. Брум. Вот ты снова на этом ролике, да? Всё, ты видел, что здесь произошло. Так, давай-ка ещё несколько минуточек посмотрим. И будем заканчивать. Потому что ну прям очень долго. Что произошло? Тот отдал мне одно из своих изобретений. Сказал, что теоретически оно может уничтожить злой звук. После этого я поднялся вверх, чтобы убедиться, что с собой всё в порядке. Хорошо, что ты решил так сделать. Так это страшилка с красными глазами тут уже несколько десятилетий. И появился до моего рождения. Значит, я не проклят? Ага. Кто знал, что у портаментов Эдисона такое тёмное прошлое? Я-то думал, что жить вместе с Чарли было стрёмно. Но блин, это вообще какая-то чертовщина. Что ж, думаю, больше не стоит беспокоиться о демоне. Кажется, шутка Тодда. Штука. А, штука Тодда о нём позаботилась. Ох. Что такое? Не, всё норм. Я просто подумал. Да, мы должны читать иным голосом. Я просто подумал. Раз, никакого проклятия нет. Это значит, что мой папа. Он просто... Чёртов, три-два раз. Он просто оставил нас. Он просто ушёл. Да, мой хороший. Да, какая милота. Ой, какие вы хорошие. Ой, я сейчас сам расплачусь. А, слёз. Я не знаю, почему так. Прости, Сал, на сегодня наше время вышло. Охранник бросает на меня неодобрительный взгляд. Ой, друзья, друзья. Он в обнимашке начал ему делать, когда тот загрустил. Короче, подождите. Но это ведь только часть истории. Я надеялся, что сегодня ты будешь откровенен. Это ведь наша последняя встреча. Заседание суда состоится через несколько дней. Клянусь, я говорил правду и только правду. Правительственные заговоры, демоны, призраки, волшебная приставка, Сал. Это всё выдумки. Ты ведь не ждёшь, что я и правда тебе поверю. Сгляни на этот с моей стороны. Все улики против тебя. А то, что ты сделал, это слишком. Я знаю, как это звучит. Но всё, что я рассказал, правда. Поднимитесь в домик на дереве. Пожалуйста. Просто сходите туда и убедитесь сами. Вы найдёте все нужные доказательства. Никто мне не верит, да? Никто мне не верит. Вот же хренов лунатик. Эй, вот же хренов лунатик, а? Этот человек непрост. Вот этот вот очкастый носатик, усатик, что-то он какую-то роль в моей судьбе сыграет, мне кажется. Мне кажется, сейчас второй эпизод должен закончиться уже, да? Ну давай досмотрим. Слушай, ролик получился очень короче, не коротким. Но надо досмотреть. Надо дойти до конца. Так, у тебя нет заданий никаких. Ну ладно, мы просто движемся. Кто ты? Кто ты наш усатый друг? А посмотри, какие у него шелковистые ухоженные усы. Посмотри, как они шаволятся. Подняться. Посмотри, как он, когда идёт, они такие взлетают, как у хорошего кокерспаниеля. Волосы, знаешь, такие шелковистые, лёгкие и приятные. Я заговорил, как его жена. Какие у тебя шелковистые, лёгкие и приятные усы. Кажется, это фотографии родителей Ларри. Впрочем, ничего подождительного в ней нет. Хорошо. Коробки. Одежда, книги, кассеты. Ничего такого. А, он всё-таки послушал, он всё-таки пошёл в домик на дереве. Бро, ты сейчас что-нибудь найдёшь? Заржавевшие инструменты и всякий хлам. Да ну смотри глубже. Смотри глубже. Ну ты должен найти. Парочка старых любительских картин. Наверное, принадлежит Ларри. Вот эта картина в комнате Ларри была. Да. Да, здесь ничего нет. Не знаю, на что я надеялся. Может, просто хотел увидеть всё своими глазами. Сал был так убедительным, и всё казалось таким странным. Да! Доктор Откин? Что? Спокойно, мужик. Нам нужна твоя помощь. Нужно вытащить сало из тюрьмы. Яма с тюрьмом. Оказалось, куда глубже, чем мы думали. Пожалуйста. Ты должен привезти сюда сало. Он мертвяк. Это... А, это он говорит. Это... Это ты? Это ты? Этого не может быть. Полегче, мужик. Ты сейчас инфаркт заработаешь. Это важно. Если Сан не поймется здесь в ближайшее время, то... Да ладно, он помер. Бля. Ой, мля. Это просто гениальная игра. Это просто гениальная игра. Он охотчурился. Причём у него открытый перелом колена. Да что такое? Это же просто... Это же просто же... Экзерцист. Да просто у парня сердечный приступ был. Почему колено переломано? Почему откуда этот открытый перелом? Что? Что ты хочешь сказать мне, игра? Скажи мне. Да ну только не титры. Это взаправду? Не, надо ставить паузу. Не, ребят, надо ставить паузу. Это... Вот давай поставим паузу в такой момент, когда ты очень хочешь узнать, а что же было дальше. Я, как и ты, очень хочу узнать, а что же было дальше. Каратенечко. Лайки, подписка на канал, комментарии под этим роликом. Я же готов пожелать тебе... Я хочу... Я очень хочу видеться с тобой в следующем ролике. А сейчас я хочу пожелать тебе доброго утра, дня вечера. Что у тебя там? Пока.